За всю историю независимости Армении, ее спортсменам удавалось подниматься на высшую ступень педестала Олимпийских игр только дважды. Первым армянским золотым призером стал Армен Назарян, одержав победу на Олимпийских играх 1996 года в Атланте. А спустя аж 20 лет на играх 2016 года в Рио, борец Артур Алексанян привез для Армении второе Олимпийское золото. И если фамилию Алексаняна сейчас знают многие, то память о спортивных подвигах Армена Назаряна понемногу стирается. Благодаря золоту в Атланте Назарян вошел в историю как первый армянский спортсмен, ставший Олимпийским чемпионом после того, как Армения получила возможность выступать на Олимпийских играх под национальным флагом. Но спустя всего год в 1997 году Назарян уехал из Армении в Болгарию, за которую в дальнейшем и выступал на последующих международных соревнованиях. Именно в этот период он перешел в более тяжелую весовую категорию и стал одним из самых титулованных борцов своего времени, завоевав еще золото и бронзу Олимпийских игр, а также дважды победив на чемпионатах мира и четырежды на чемпионатах Европы. Биография Армена Назаряна это история о том, как человек с горящим сердцем и открытой душой добился признания и успеха не только на родине, но и за ее пределами. Но обо всем этом по порядку. Родившись в 1974 году в армянском городе Масис, свой тернистый путь к золотым олимпийским медалям Назарян начал со всем ребенком. Так как его старший брат уже занимался борьбой, то и восьмилетнего Армена родители тоже отправили вслед за ним. Еще на второй-третий день я усвоил основные приемы борьбы. Я просто чувствовал ее. Тогда я весил всего лишь 22 килограмма и у меня было только 3-4 соперника. Победив всех их, я перешел в верхнюю категорию до 32 килограмм. И хотя мои соперники были заметно тяжелее меня, я скоро начал побеждать и их. Вот так я и стал борцом, вспоминал впоследствии Армен. Спустя 10 лет упорных тренировок и соревнований на юниорских турнирах, Назарян становится чемпионом мира среди молодежи, а уже через несколько месяцев завоевывает и серебро мирового первенства среди взрослых. После этого в 1995 году, за год до игр 1996 года в Атланте, Армен побеждает на европейском чемпионате и отправляется на Олимпиаду в качестве одного из фаворитов. На Олимпиаде 1996 года в Атланте сбывается, как признается сам Назарян, его самая главная жизненная мечта. В ходе Олимпийских соревнований Армен одерживает уверенные победы во всех пяти схватках, при этом взяв верх на действующим чемпионом мира россиянином Самвелом Даниеляном. Побеждая в финальной схватке, Назарян примеряет на своей груди золотую Олимпийскую медаль. После завоевания исторической золотой медали для Армении, карьера Назаряна, казалось бы, была уже предрешена. Соревнования на международном уровне, потом тренерская деятельность, а дальше, возможно, и политика. По крайней мере, этот путь очень часто встречается среди заслуженных деятелей спорта. Но Армену Назаряну была причертана иная судьба. Он принимает решение переехать в Болгарию. И это всего год после победы на Олимпийских играх. А уже через год в 1997 году президентским указом он получает болгарское гражданство. В этот же период Назарян переходит в более тяжелую весовую категорию с 52-58 кг. И в которой дважды становится чемпионом Европы в 1998-м... И в 1999-м годах. Болгарин был признан чемпионом Европы в весе до 58 кг Армен Назарян. Именно его мастерство выполнения приемов из нижней позиции позволяло за полторы-две минуты выбивать соперников из борьбы за медаль. А на следующих Олимпийских играх 2000 года, проходивших в Сиднее, завоевывает и свое второе Олимпийское золото. Но у Армена все еще не было титула чемпиона мира, что он вскоре исправил. Правда, уже в весе до 60 кг. Так, в составе болгарской сборной ему удалось стать чемпионом мира трижды. В 2002-м... В 2003-м... И в 2005-м годах. Выступая на Олимпийских играх в 2004-м году, Армен Назарян был полон решимости завоевать свое третье Олимпийское золото. Но, увы, ему пришлось довольствоваться только бронзовую медалью. Как утверждает сам Армен, в Афинах только арбитры помешали ему стать трехкратным олимпийским чемпионом. Хоть Армен Назарян и не завоевал это золото, но на протяжении двух предыдущих Олимпийских циклов он являлся одним из самых титулованных борцов своего времени. А подтверждением этому является то, что в 1998-м и 2003-м годах Международной Федерации Борьбы Фила он признавался лучшим борцом года. И это признание было вполне заслуженным. Богатая спортивная карьера борца, выступавшего на протяжении долгих лет в весовых категориях до 52, 58 и 60 кг, изобилует престижными отличиями. Дважды олимпийский чемпион, трижды чемпион мира, шесть золотых медалей на европейских первенствах, два золотых пояса Николы Петрова. Все эти трофеи хранятся в гостиной Армена Назаряна. Они же послужили и стимулом, чтобы оба его сына, Эдмонд и Гриша, пошли по стопам своего знаменитого отца. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok